Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 4 марта. Сегодня я буду сеять томаты высокорослые, индотерминатные, для открытого грунта. Но у меня есть уже много предыдущих посевов. Сейчас я вам покажу каждый из посевов по датам и расскажу, как я ухаживаю за своими томатами в соответствии с их фазой развития. Ведь некоторые совсем маленькие, а некоторые есть уже почти взрослые. Вот это у меня самые последние посевы. Посеяны 1 марта. Вы видите, что здесь ничего еще нет. Взошла только трава, сорняки. Их я жду. Это томаты для открытого грунта. Вот что я и говорила, высокорослые, крупноплодные, у которых длительный срок вегетации, которые я начинаю сеять в первой декаде марта. Вот этот лоток с посевом от 25 февраля. Это как раз те, которых я называла вылупленышами, когда они 2 марта были на прогулке. Там они только вылазили еще. Сейчас видно уже, что посевы почти все вылезли равномерные. Это томаты, которые я сеяла. Я говорила, что, возможно, высажу в более ранние сроки в открытый грунт и буду укрывать пленочкой. С ними я пока ничего не делаю. Они только-только родились. У них 2 семидоли. Только поливаю. Вот томаты чуть постарше их. Они посеяны 13 февраля. Это редкие коллекционные сорта. Видите, у них уже проклевываются настоящие листики. Но у кого-то вылазят, у кого-то еще нет. Им уже требуется не только полив, но и рыхление. Видите, вот сегодня я их прорыхлила. Эти у меня предназначены для выращивания в теплице только с подогревом воздуха инфракрасными обогревателями. Им еще тоже ничего не нужно делать. Только полив и рыхление. Если эти вот с маленькими настоящими листьями, то их соседи, видно, они уже чуть взрослее. Тут уже 2 настоящих листа. Эти томаты я буду пикировать. Если не сегодня, то завтра. Их нужно срочно рассаживать. Видите, они хоть и посеяны не очень густо реденько. Это тоже сорта покупные. Они уже начинают смыкаться. Это идет под пикировку. А вот томаты того же срока посева, но только не покупные, а мои семена. И поэтому они посажены, посеяны погуще. Их вчера я уже пикировала. Я вам вчера вот этот лоток показывала во время видео. Можно ли выращивать без пикировки. И я говорила, что я буду делать частичную пикировку, то есть прореживать. Вот этот лоток я проредила. И вот в таком состоянии, через один ряд убрала, они порастут еще немного. У них тут оставшимся будет хватать места. Правда, я не дошла вот до этого края, но я как раз дойду. После прореживания они получаются вот такими. Вот это более ранний посев, который я распикировала выборочно. И теперь я за ним ухаживаю, я прорыхливаю между ряди и поливаю. Вот этот лоток был посеян уже для теплицы с двойным подогревом. То есть и грунт, и воздух. И часть я их распикировала в стаканчике, а часть оставила вот так. Так что у меня сейчас есть томаты, которые я с пикировкой выращиваю, и которые выращиваю без пикировки. Тот, который выращиваю с пикировкой, я уже рассадила вот в такие стаканчики 200-граммовые. Это вот уже идут томаты, посеянные 29 января, взошли которые числа 3-го, наверное, февраля. Они распикированы в маленькие 200-граммовые стаканчики. После пикировки в стаканчики тоже требуется только полив. Тут я рыхлю очень редко, потому что тут объем грунта маленький. Поливаю раз там в 5 дней примерно, ну смотря от погоды. И часть из них уже разложена, перевалена в большие стаканы. Сейчас покажу. Ну и, конечно, особо развитых я уже перевалила в стаканы полкилограммовые, то есть там 500 мл грунта. И даже уже в больших стаканах, видите, они уже сомкнулись. Их надо или немножко пореже расставить. Ну, короче, вся рассада растет очень хорошо. И вы видите, что какая она разная. Какую-то я только жду, когда она взойдет. Какая-то уже распикирована. Какая-то даже уже перевалена в стакан большего грунта. А какую-то я буду сегодня только сеять в лотки. Субтитры сделал DimaTorzok